Ребят, всем привет, с вами как всегда, Джамбо Макс, и в этом видеоролике мы обсудим с вами последнюю новость касаемо цен на консоли, расскажу где их купить и стоит ли вообще, ну а также расскажу про новую функцию браузера Xbox. Перед началом видеоролика советую поставить лайк и подписаться на канал, дабы цены на консоли больше не росли, хотя это бесполезно, но все равно прожмите свой зеленый и царский лайк. И как всегда ловите халяву в виде бесплатного промокода на подписку ВК Комбо, которая помимо всего даст вам еще и скидку в 500 рублей на Алиэкспресс для новых пользователей. Поэтому юзай пока халяву, если что ссылочку на активацию я оставлю как всегда в закрепленном комментарии и давайте начнем. Начнем с того, что недавно появилось официальное изъявление о том, что PlayStation 5 подорожает. И если она раньше стоила 47 тысяч рублей за версию с приводом и 37 тысяч за версию без привода, то сейчас PlayStation 5 именно с сегодняшнего дня, с 1 апреля, это кстати не шутка, она будет стоить 50 тысяч и 41 тысячу соответственно, то есть 41 тысяча за консоль без привода. Нихуя себе, блять! Да, я тоже немножко в шоке, как бы я понимаю, что мы зависим от курса, было очень много новостей о том, что техника с 1 апреля по-моему подорожает, но вот все равно как-то морально я к этому был не готов. Вообще после этого заявления у меня первым делом почему-то проскользнула мысль о том, что Sony просто посмотрела на всю ситуацию на рынке, поняла, что люди позволяют себе покупать в нынешнее время консоли за 60 тысяч, за 80 тысяч у перекупов, а то и больше, и просто посмотрела на эту ситуацию и решила, что а что мы на ровном месте-то теряем прибыль, давайте просто увеличим цену. Все равно консоли мало, дефицит, а так как бы денежка лишней не бывает. У меня кстати знакомый, знакомого-знакомого-знакомого купил PlayStation 5 по-моему за 80 тысяч, и типа я не понял в этом смысл, как бы может быть играть так хотелось, не знаю. Короче, суть в том, что все равно есть люди, которые купят PlayStation 5 за такую цену. Кстати, официальный комментарий по поводу того, что почему повысили ценник на PlayStation 5, он касается опять же курса, поэтому как-то так. И по традиции предлагаю прожать F в комментариях за тех, кто хотел купить PlayStation 5 потом и подешевле за скидон. Кстати, с этой новостью я хочу отметить, что если плойка дорожает официально, то она еще и дорожает и косвенно, и я думаю, что даже у перекупов ценник да поднимется, потому что мало кто из нас хочет зарабатывать меньше, чем зарабатывал. Что касаемо Xbox в этой ситуации, то здесь пока что все радостно, и по заявлению одного из ресурсов, ценник на Xbox Series пока не планируется повышаться. Ну, в честь этого я только могу предложить вам похлопать в ладоши, но также сказать Филу, что он красава, молодец, достойный лидер и боец. Руби Тесс, са наме на Xbox. Да, я понимаю, что ситуация на рынке вроде как и не поменялась, но в любом случае такой комментарий от Xbox это очень радостно, поскольку Xbox на данный момент становится намного вкуснее. Если же разница между дешевыми консолями составляла раньше 10 тысяч, то сейчас она будет составлять 14 тысяч, и вы понимаете, да, кто что будет выбирать. Ну, а если рассматривать эту ситуацию с более дорогих консолей, то разница была, по-моему, 500 рублей или 1000, а сейчас она будет равняться 4000, и это все при условии, что Xbox мощнее, будет показывать более плавную и четкую картинку, ну, а также у него более выгодные предложения по поводу игр. Вы можете со мной не соглашаться, но, как по мне, Xbox становится реально народной консолью, а самое главное, самым доступным игровым устройством на данное время. Вторая тема данного видоса касается вопроса, который мне задают ну нереально часто. А вопрос следующий и простой. А где же купить Xbox Series S и Xbox Series X, ибо их почти нет? Здесь я вам советую просто полить инфу на e-каталог. Просто заходите, пишите игровые консоли, ставите диапазон ценника, если вам надо, и ищите то, что вам нужно. В нашем случае можем просто написать Xbox Series S или Xbox Series X, смотря что ищите, и видите все доступные варианты. Прям тут же есть динамика цен, легко отслеживать, когда было повышение, когда понижение. Во вкладке товара также можно почитать отзывы, но самое главное, просто найти самый дешевый вариант. Поэтому, если вам нужно что-то найти, то используйте e-каталог, реально удобная штука. Покупать у перекупов я не рекомендую, потому что ценник реально иногда очень большой, и вас могут просто обмануть на различных сервисах, по типу, вышите деньги вперед, я пришлю курьеру и так далее, ну знаете, все эти истории. Да, если там переплата косаря, 500 рублей, 2000, то можно в принципе подумать, если играть очень хочется, но если переплата где-то косарей 5, я бы точно не купил, вот реально. Плюс пока, наверное, рекомендую оставаться на 8-м поколении консоли, если она у вас осталась. Поскольку смысла в новых консолях пока что нет, мы, как и вы, играем в старые игры, но только с более быстрой загрузкой и более плавной картинкой, ну еще и с более четкой. Все. Просто новых каких-то крутых игр для новых консолей пока что нет, и как бы смысла из-за этого немножко. Просто, знаете, в последнее время стал замечать еще больше людей, которые продали консоли 8-го поколения, там Xbox One S, Xbox One X, чтобы купить новое поколение, и получается так, что сейчас, на данный момент, они сидят вообще без консолей, и в итоге не играют, и консоли у нее нет, и, соответственно, как-то вот так. Просто в данный момент я считаю, что лучше все-таки потерпеть симульность картинки, там 30 FPS, но за то, чтобы у тебя была возможность поиграть в хоть какие-нибудь игры. Признаться, до выхода консоли я даже не представлял, что когда-нибудь случится такой момент, что консолей будет просто не хватать. Да, я предполагал, что консоли будут стоить 50 тысяч, это, в принципе, произошло не сразу, но произошло, но в любом случае от этой ситуации я немножко в шоке. Если же поднимать вопрос о том, а когда же прекратится этот дефицит, то я просто разведу руками, потому что единственная информация, которая есть, ориентировочная, это сентябрь. Но, опять же, эта дата может без проблем сдвинуться и перенестись на конец года. Поэтому, если вы хотите играть, и у вас есть деньги, если у вас есть какой-то вариант приобрести консоль, то приобретайте, потому что, мне кажется, такая ситуация может сохраниться куда дольше. Но, в любом случае, не переживайте, полите информацию, потому что иногда в МВидео и в ДНС завозят консольки, поэтому вы можете их приобрести. Вот так вот. И крайнюю новость, которую я хотел бы рассказать в этом видео, она касается нового браузера Xbox, который находится пока что в бета-тестировании, и который способен уже запустить Google Стадию. Если что, игровой журналист Том Уоверен опубликовал небольшое видео, в котором показал работу Google Стадии на Xbox через новый браузер Edge. Для тех, кто не знает, Google Стадия — это облачный сервис, при помощи которого можно будет играть в игры ПК без топового железа. Да, просто по инету, и такой штукой можно будет пользоваться прямо на Xbox и прямо через браузер. Конечно, я не знаю лично ни одного человека, который пользовался бы Google Стадией, но если вы из таких, то напишите об этом в комментариях. Лично я в этом не особо увидел смысла, поскольку Google Стадии я не пользовался, и как бы пользоваться-то особо не хочу, все игры у меня есть на Xbox, и мне этого хватает сполна. Также через этот браузер работает и Discord, но мне почему-то кажется, что Discord в ближайшее время вообще интегрируется в Xbox или просто выпустится как отдельное приложение, потому что ходят слухи о том, что Майки планирует купить Discord за очень крупную сумму. Нужен ли Discord для Xbox? Также пишите в комментариях. На этом, в принципе, все новости, которые я хотел сегодня обсудить, поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свое мнение обо всем этом. Большое спасибо также вам за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok